В среднеспециальных учебных заведениях Наринмара завершилась приемная кампания. В этом году студентами стали более 300 человек. Какие направления пользуются большой популярностью, расскажет Александра Литкова. Кристина Сахарова пять лет назад закончила Череповецкий государственный университет по специальности биолог. В этом году девушка решила немного сменить сферу деятельности и получить профессию медсестры в Наринмарском социально-гуманитарном колледже. Поступая на сестринское дело, я уже имела высшее образование по биологии, то есть я являюсь биологом. И находилась в этой среде, мне нравилось именно заниматься этим. Но в связи с тем, что сейчас происходит в мире и насколько сейчас медики очень необходимы, мне кажется, сестринское дело является первостепенной специальностью. И поэтому я решила продолжить в медицинской среде, чтобы в итоге работать уже больше в медицине, нежели в экологической или биологической сфере. Обучение сестринскому делу длится два года десять месяцев, причем в очном формате. По словам Кристины, это не мешает ей одновременно подрабатывать в поликлинике. Обучение мне здесь очень нравится, мне нравятся преподаватели, нравится их подход, они очень ответственные. К ним всегда можно обратиться за помощью, если что-то непонятное. Они всегда идут на уступки, так как у нас очень много людей, которые также работают, которые пропускают по каким-то причинам из-за семейных обстоятельств. Они всегда идут на уступки, всегда позволяют исправлять оценки, хотя такого еще у нас не было, конечно, и думаем, что не будет. А так они всегда идут на встречу, нам очень это нравится. Поэтому хорошо, что дружный коллектив, и хорошо, что дружный коллектив преподавательский, и поэтому в такой среде очень хорошо учиться. На направление сестринское дело в этом году поступили учиться 25 человек. В целом на бюджетные места было набрано 100 первокурсников. На сестринское дело был конкурс примерно 1,8 человек на место. И дальше все группы, три группы на базе 9 классов. Это дошкольное образование. Здесь как раз был конкурс 2 человека на место. Очень много девочек изъявили желание получить эту специальность. Дальше сетевое и системное администрирование тоже на базе 9 классов. 25 человек набраны, 1,5 был конкурс. И еще есть такая специальность у нас, дизайн по отраслям. Здесь 25 мест было, и набрали мы, всю группу закрыли, примерно 1,3 человека на место было. В начале этого года Наринмарский социально-гуманитарный колледж выиграл грант федерального проекта «Молодые профессионалы». Полученные средства были направлены на создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. Мы подали на создание четырех мастерских по социальной сфере и выиграли этот грант на 10 с лишним миллионах. Миллион чем-то это было окружное финансирование. Ну и наши внебюджетные средства были добавлены на оснащение мастерских. В летний период мы уже провели большую работу по ремонту этих мастерских, были законтрактованы все закупки. На сегодняшний день они уже практически все подошли, все закуплено. Проект «Молодые профессионалы» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и направлен на повышение качества знаний студентов. Открытие мастерских запланировано на 1 октября. Это оборудование для проведения исследований. Это закуплены микроскопы цифровые, это естественно научные лаборатории, которые идут как раз по нашему направлению, проведение каких-то исследований, опытов с учениками по каким-то исследовательским проектам. Дальше это интерактивное оборудование, это интерактивная панель, которая подойдет к нам скоро уже. Нинецкое профессиональное училище также обновило материально-техническую базу. Буквально недавно у нас были проведены торги и поступило оборудование, которое мы сейчас запускаем в строй, по программе цифровой образовательной среды. Это самые современные ноутбуки, интерактивное оборудование, которое позволит каждому обучающемуся владеть и как компьютерной грамотностью, так и всеми видами предметов. Училище ежегодно выпускает таких востребованных специалистов, как сварщики, повара, машинисты и другие. Всего здесь обучаются более 300 человек. Самый популярный, как всегда, у нас группа автомехаников. На сегодняшний день в эту группу было подано более 70 заявлений, можно сказать, 3 человека на место. Так как мы принимаем, зачисляем, вернее, в группы по конкурсу аттестатов, чем выше средний балл в аттестате, тем есть больше вероятность пройти и поступить. Следующий по популярности направление подготовки – сварщик, а на третьем месте – парикмахер. Я решила подойти на парикмахера, потому что это профессия востребованная, на данный момент хорошо оплачиваемая, и в ней можно продвигаться дальше, можно открыть свое дело. Это специальности мне нравятся тем, что работа с людьми. Приемная кампания в Ненецком аграрно-экономическом техникуме также прошла успешно. Максимальное количество заявлений было подано на специальность поварское и кондитерское отдела. Еще до начала даты подачи заявлений в адрес учреждения поступало огромное количество звонков от родителей и абитуриентов с просьбой разъяснить информацию, какие ценности мы будем набирать и что для этого необходимо. На сегодняшний день в техниками обучается 124 первокурсника. Сейчас у ребят проходит период адаптации, потому что все сменили место учебы, а кто приехал в сел, те сменили место жительства. Поэтому наша задача как образовательная организация создать максимально комфортные условия для обучения наших первокурсников. В этом году техникум впервые набрал группу для обучения специальности «Правоохранительное дело». В отличие от других специальностей, абитуриенты, поступающие на правоохранительную деятельность, сдавали вступительные испытания. Что входило? Значит, входил бег на дистанцию 100 метров, 1000 метров, подтягивание для юношей и отжимание для девушек. Согласно приказу, были назначены сроки вступительных испытаний, где абитуриенты должны были явиться и сдать нормативы все. Приемная кампания на очное обучение во всех учебных заведениях Наринмара завершилась. Впрочем, до 25 ноября еще можно успеть подать заявление на некоторые специальности – заочным обучением. Всю интересующую информацию можно узнать непосредственно в СУЗах.